Сегодня у нас в гостях нотариус черкесского нотариального угруга Оксана Харатокова. Оксана, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам. И сегодня мы хотели бы, чтобы вы рассказали нашим дорогим телезрителям, что же такое обеспечение доказательств нотариуса. Вот в этой процедуре как помогает нотариус? Если у вас есть опасения, что какая-либо информация или вещь требует дальнейшего доказательства в связи с тем, что возможно будет утрата этой вещи или уничтожение, и она вам может понадобиться для обращения в судебные органы, либо другие административные органы, В данном случае нотариус, как лицо от имени государства, имеет право зафиксировать данное доказательство, что на данный момент обращение человека, гражданина к нотариусу, данная вещь или информация была, допустим, в сети. Целью обеспечения доказательств является возможная ее утрата, уничтожение, непредоставление, без которого в дальнейшем невозможно будет защитить свои права гражданин, которые необходимо зафиксировать данное нарушение его прав. Оксана, скажите, пожалуйста, какие могут быть причины для того, чтобы они понадобились, доказательства эти? Различные бывают жизненные ситуации, которые необходимы для того, чтобы обеспечить данное доказательство. Например, очень часто бывают такие необходимые действия в связи с заливом соседей квартиры. То есть сосед залил квартиру и сделал быстренько ремонт, и тот человек, чьи права нарушены и кому был причинен ущерб, не сможет в дальнейшем доказать, что по причину залива и причину расхода, которые он понес в связи с тем, какой учерб был ему причинен. Или же, допустим, клевета в сети интернет тоже является причиной, при которой необходимо будет обеспечить доказательства нотариусам. Когда была размещена какая-то информация, но гражданин, не успев обратиться в суд, данную информацию уничтожил человек, который нарушил права этого гражданина. А скажите, пожалуйста, наверняка есть какие-то процедуры более востребованные? Когда более востребовано обеспечение доказательств? В последнее время самым востребовым нотариальным действием по обеспечению доказательств является нарушение интернет-сети. Здесь же тогда у меня такой вопрос. В связи с ростом и социальных сетей, и потребителей данной услуги, мы чаще и чаще замечаем, что есть такое понятие, как троллинг. Это когда некие начинают высмеивать либо аккаунт, либо писать гадости в комментариях, на почту и так далее. То есть у нас сейчас достаточно большой спектр всех социальных сетей, и везде, где можно, везде пишут, так сказать, свое мнение. То есть когда человека спрашиваешь, почему ты пишешь гадость, он говорит, я волен высказывать свое мнение. Вот скажите мне, пожалуйста, в такой ситуации что делать? Да, к сожалению, с развитием интернета и социальных сетей также развивается и правонарушение, нарушение прав у граждан, юридических лиц. Яркий тому пример – это втягивание подростка в так называемые группы смерти. Здесь вовремя выявленный факт психологического воздействия на ребенка и удостоверенно надлежащим образом нотариусом обеспечение доказательств может помочь доказать вину преступника. Еще чаще обращаются к нотариусу по поводу незаконного взятия в сети интернет личных фото, видеоматериалов, музыкальных произведений, текстовых материалов. И в случае таких нарушений своевременное обращение к нотариусу может помочь тому лицу, чьи права были нарушены, восстановить свои права и доказать нарушение его прав. Спасибо. Так, я поняла, что могут обратиться к нотариусу. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, Оксан, а каким же образом обеспечивают доказательства в интернете? Процедура такая, что нотариус получает заявление от гражданина, в котором указаны, какие страницы, доступ к какой странице нужно зафиксировать нотариусом, на какой странице именно имеется нарушение прав. И нотариус фиксирует, указывает это в протоколе осмотра и распечатывает страницы, по которым можно увидеть именно нарушение прав гражданина. И данный документ, протокол осмотра, имеет повышенную юридическую силу, доказательную силу, которая будет тем ключевым аргументом, который в суде будет влиять на суть вопроса. А скажите, пожалуйста, Оксан, если мы коснемся нашего региона, есть какие-либо примеры обеспечения доказательств? Да, в нашем регионе тоже такое нотариальное действие совершается нотариусом на территории Карачао-Черкесской республики. Например, было такое нотариальное действие, когда одна очень известная автомобильная организация на территории Российской Федерации выставила у себя на сайте информацию о том, что какая-либо деталь автомобиля подлежит бесплатной замене. Гражданин обратился в эту организацию на территории уже Старопольского края, а ему отказали в этом, сказали, что нет, не соответствует действительности. И он обратился к нотариусу нашего региона для того, чтобы зафиксировать тот факт, что на сайте данная информация имеется, а при личном обращении ему отказывают. Затем был пример, когда гражданин работал на одну организацию, и организация отказывалась ему выплатить зарплату с указанием того, что гражданин не выполнял работу. И он доказывал, то есть обратился к нотариусу, который зафиксировал информацию на его электронной почте о том, что ему высылалась работа, которую он необходимо выполнить. И также этот гражданин направлял им именно отчет по выполненной работе. И гражданин доказал в суде факт того, что он работал в этот период, и его незаконно уволили, лишили зарплаты, указав на то, что якобы он не работал. Это примерно вот. Замечательно, спасибо большое. Я надеюсь, что наша информация поможет нашему зрителю. А в конце беседы, что вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Я вам желаю как можно меньше плохой информации в интернете и хорошего дня. Спасибо большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях была нотариус Черкесского нотариального округа Оксана Харатокова.